Добрый день, уважаемые магистранты первого курса специальности «Иностранный язык. Два иностранных языка». Лекция по дисциплине «Теория речевой деятельности. Тема. Понятие дискурса». План. Первый вопрос – текст и дискурс. Второй вопрос – деловой дискурс. Дискурс имеет свою структуру. По мнению Буркетбаевой, связь между структурными частями дискурса отлична от связи частей, составляющих дискурс высказываний. Буркетбаева, анализируя воззрение Карлинского на проблему дискурса и текста, отмечает, что 1. Дискурс представляется как процесс речепроизводства в звуковой форме, а текст – как результат процесса речепроизводства в графической форме. 2. Дискурс является спонтанной речью, конкретной ситуацией с учетом вербальных и невербальных средств, а текст предстает как опосредованная, обработанная речь. 3. Дискурс позволяет коммуникантам лично контактировать, а в тексте нет личного контакта между говорящими. 4. Дискурс способствует порождению и восприятию речи в условиях единства пространства и времени, а текст предстает как порождение и восприятие речи в различных пространственных и временных условиях. 5. Дискурсе представлены два автора – говорящий, слушающий, а в тексте один автор. 6. Дискурс предполагает наличие участников. Преимущественно дискурс происходит в устной форме, хотя встречаются и письменные формы. 7. Дискурс является спонтанным, динамичным. 8. Текст характеризуется упорядочностью. 9. Дискурс включает речевые и невербальные акты. 10. В тексте представлены только вербальные средства. 10. В дискурсе участвует ограниченное количество участников, а текст может стать, по мнению Буркетбаевой, достоянием неограниченного количества читателей. 10. Деловой дискурс – это общение между интерактантами, которые находятся в бизнесе. 11. В деловом дискурсе преобладающей частью выступают разговор и письменная речь между людьми, основная деятельность и интересы которых относятся к сфере бизнеса и совместной целью которых является бизнес. 12. Деловой дискурс, по мнению Буркетбаевой, является собой конкретное воплощение инвариантной модели дискурса, созданной применительно конкретной коммуникативной бизнес-ситуации, определенной группой людей, имеющих то или иное отношение к бизнесу. 13. При этом конкретным воплощением деятельности этих людей в бизнес-ситуации будут тексты, выраженные в форме различных жанров. 14. Деловой дискурс является под видом профессионального дискурса и используется в сфере бизнеса. 15. Профессиональный дискурс, как более широкое понятие, включает в себя дискурсы в таких сфер, как бизнес, право, медицина, образование. И в завершении лекции – литература, по которой вы можете подготовиться к семинарским занятиям. Благодарю за внимание. До свидания.